Приветствую! У нас в Украине сложилась сейчас просто уникальная ситуация. Министр образования Аксен Лисовой и глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак подали свои диссертации в Назява для того, чтобы их проверили на плагиат. Давайте разберемся, в чем уникальность этой ситуации и какие могут быть последствия. Итак, как вы знаете, у нас недавно поменялся министр образования. Сергея Шкарлета поменяли на Аксена Лисового. При этом, как только он стал министром, его сразу же обвинили в плагиате. В принципе, ничего здесь уникального нет. Это стандартная ситуация, как только человек становится политиком, выходит на такой серьезный уровень и у него есть научная работа, его стандартно обвиняют в плагиате. Мне кажется, что через это, наверное, прошли все политики. Но уникальность в том, как отреагировал Аксен Лисовой. Он просто сделал это божественно, красиво, невероятно. Вот. Главное теперь, чем это закончится. Что сделал Лисовой? Он сказал, окей, вы обвиняете меня в плагиате. Хорошо, я сейчас передаю свою научную работу в НАЗЯВА. Это Национальное агентство по обеспечению качества образования. И пусть они проверят мою работу. Если они найдут плагиат, я откажусь от кандидатской диссертации. Вы вдумайтесь. Обычно что делали политики? Они становились в позу и говорили, да какой плагиат, да я самый, что ни на есть, величайший ученый. И все. И вот там пытались как-то порешать. А здесь человек перешел в такое, скажем, наступление, да, и говорит, ну проверьте. Если вы проверите и найдете, я откажусь от диссертации. Я откажусь от ученого, от ученой степени, кандидата наук. Все, оно мне не нужно. Правда, здесь пометочка. Он не сказал, что он откажется от должности министра образования. Он говорит, я откажусь от кандидатской. Что произошло на днях, да? Сергей Бабак, глава парламентского комитета по вопросам образования, сделал то же самое. Он передал свою диссертацию тоже в Назява для того, чтобы проверили его диссертацию. А у него, кстати, две. То есть, если Аксен Лисовой кандидат наук, то Сергей Бабак имеет ученую степень кандидата наук по экономике и является доктором технических наук. И вот он тоже говорит, что, мол, если вы у меня найдете плагиат, я тоже откажусь. Конечно, эта ситуация просто уникальна. Уникальности ей добавляют еще и возможные последствия. Потому что, если кто-то из них, либо оба, откажутся от своих ученых степеней, это откроет, ну, в первую очередь для Лисового, да, ну, такой карт-бланш. Он сможет делать в образовании после этого все. Потому что, ну, он, скажем так, прошел очистку, да, прошел очищение огнем. Тем более, с учетом того, какая у него биография, да, а человек, по сути, создал МАН, плюс был военнослужащим, ну, является, я так понимаю, не знаю сейчас вот в каком он статусе, да, но он был последние месяцы военнослужащим. И если он откажется еще и от, соответственно, кандидатской диссертации, то после этого он сможет реформировать образование так, как он захочет. И, по сути, никто ничего не сможет ему предъявить. Потому что здесь вот, да, репутация будет уже такая очищенная. Мне интересно, поскольку я же, как вы знаете, да, работаю еще и в сфере образования и являюсь преподавателем, да, и у меня совмещаю свою адвокатскую деятельность с преподавательской деятельностью, то мне очень интересно, что же будет в этой ситуации, чем она закончится. Друзья, предлагаю вам поучаствовать, сделать такие своего рода ставки. В описании к видео я сделаю ссылочку на опрос. И там поставлю три вопроса, да, как вы думаете, чем это закончится. Первый вариант. Найдут плагиат и кто-то из тех людей, чьи диссертации проверяют, да, это министр образования и народный депутат Украины, откажется от своей кандидатской, либо докторской диссертации. Далее, второй вариант. Плагиата не найдут, потому что его нет. Ну и третий вариант. Назовем ему условно так. Все схвачено. Как вы думаете, чем закончится эта история? Друзья, хорошего вам дня. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.